Сегодня я хочу обратиться к начальнику областного ГУМВД Трифонову Николаю Ивановичу по нашумевшему вопросу, касающимся учредителей Торекса и взыскания доли в уставном капитале. Эта история уже неоднократно освещалась в СМИ, но сегодня, если ранее я говорил в своих выступлениях о лоббировании интересов учредителей Торекса рядом областных правоохранительных органов, в частности, Следственным комитетом и прокуратурой Саратовской области, то есть на сегодняшний день, на мой взгляд, к этой теме присоединились подчиненные вам сотрудники. В чем это выражено? По поступившей защитникам Мухединовой информации до 24-25 ноября 2019 года сотрудниками ГСУ будет прекращено уголовное дело в отношении эксперта Балакина. Это тоже известное нашумевшее уголовное дело, которое освещалось в СМИ. Так вот, планируется прекращение данного уголовного дела за отсутствием состава преступления. Вы наверняка помните, что из себя представляет это уголовное дело, потому что оно было возбуждено после моего личного приема с вашей стороны, соответственно, приема, состоявшегося в 2018 году в августе месяце. Так вот, именно после этого приема, наконец-то, сотрудниками вашего областного аппарата было принято решение о возбуждении уголовного дела. Причем тогда, в то время, никто из сотрудников, как на приеме, так и в дальнейшем, ваших сотрудников, никто не высказывался о том, что они считают, что со стороны эксперта Балакина отсутствуют какие-либо признаки состава преступления. Все говорили напротив, что да, они видят судебную перспективу данного уголовного дела, что присутствуют признаки состава преступления, и после вашего, соответственно, приема личного и после приема, состоявшегося в областной прокуратуре, с оглядкой на которую, соответственно, ваши сотрудники боялись возбуждать уголовное дело повторно в отношении Балакина, было все-таки принято решение о возбуждении этого уголовного дела. И, казалось бы, какие проблемы? Прошел год, да, велось следствие. За этот год были получены дополнительные доказательства, плюс те, которые ранее имелись. Доказательства это абсолютно неопровержимые. Вы наверняка помните или вам докладывали, в общем-то, в том числе на вашем личном приеме, что они из себя представляют. Здесь хотелось бы коротко остановиться на этих моментах. Что присутствует и присутствовало в деле? В деле присутствовало, начиная от аудиозаписей, на которых фактически сам эксперт Балакин признавался, что он сделал недостоверное заключение или, как он пишет, неправильно посчитал. Заканчивая удачей, которую улыбнулось следствию после первого возбуждения уголовного дела, в ходе производства обыска у Балакина сотрудникам следствия улыбнулась, можно сказать, улыбнулась удача. Была изъята расписка с очень интересным содержанием, проливающим свет на то, каким же образом была получена сумма стоимости активов торекса примерно в 1,2 миллиарда рублей. Так вот, содержание этой расписки, согласно документу, полученному нами, копия которого получена в прокуратуре Саратовской области, состоит в следующем. По торексу нужна сумма 1,2 миллиарда за экспертизу миллион. Вот такая вот интересная текстовка была получена при производстве обыска. Все это проливает свет на то, каким образом у нас родилось ложное заключение эксперта, соответственно, и каким образом была получена стоимость активов торекса, послужившая основанием в дальнейшем для возбуждения уголовного дела. Чтобы было понятно, те, кто не в курсе этой ситуации, именно за счет подобной экспертизы по переоценке активов торекса стоимость взысканных денежных средств в пользу семьи Мухеддинова снизилась с миллиардом до 400 миллионов. То есть перед экспертом стояла, но по факту, наверное, невыполнимая задача, как большинство экспертов со мной наверняка согласятся, каким образом из 2 миллиардов 700 миллионов рублей к стоимости активов, которая отражена в балансе торекса на 30 сентября 2015 года, из которых 1,5 миллиарда не подлежат переоценке, потому что это оборотные активы, каким образом сделать сумму в 1,2 миллиарда? Казалось бы, это невыполнимая задача, которую удалось выполнить эксперту Балакину. И в дальнейшем на аудиозаписях он сам лично признал и сообщил, каким образом он это делает. Эти аудиозаписи были представлены следствию. И здесь, в общем-то, тоже хочу сослаться на одну такую фразу, проливающую свет на данные факты. Я считал-считал, а потом думаю, давай я с другой стороны зайду. Со стороны, но уже расчет с конца. То есть, вот таким образом интересным у нас некоторые эксперты производят свои заключения. То есть, есть сумма, получается, с этих документов, есть сумма, под которую, по факту, подгонялось экспертное заключение. И, как я уже сказал, эксперт Балакин сделал такую, ну вот, в общем-то, непосильную и неисполнимую задачу, но, тем не менее, она была исполнена. По факту, из этой экспертизы родилось незаконное постановление суда, которое, соответственно, уменьшило стоимость активов, стоимость взысканной суммы в пользу семьи Мухеденовой, как я уже сказал, в несколько раз. Почему я сейчас остановился на доказательствах? Потому что предполагаю, что если все-таки то решение, которое планируется о прекращении уголовного дела в отношении Балакина, будет принято сотрудниками ГСУ до 24-25 ноября 2019 года, о чем у защиты имеется информация, полученная в том числе со стороны прокуратуры, соответственно. Так вот, если это решение будет принято, то, возможно, подчиненные вам сотрудники будут пытаться убить вас и в законности его принятия. Именно поэтому я прошу обратить внимание, если все-таки эта тема заинтересует главк, соответственно, прошу обратить внимание на то, что в деле, кроме названных мной аудиозаписей, подтверждающих заведомо незаконное заключение эксперта, кроме свидетельских показаний, и существует еще три рецензии эксперта, абсолютно разных экспертных организаций, которые подтверждают недостоверность заключения Балакина. Имеются еще проведенные уже в рамках расследования уголовного дела, я сейчас не говорю о допросах экспертов и ряда свидетелей, соответственно, которые поясняют, почему это произошло и как это произошло, в том числе свидетелей, повторяюсь, которыми общался эксперт Балакин и лично говорил им о том, почему он сделал это заключение и почему оно является ложным. Так вот, в деле еще имеются произведенные уже в рамках уголовного дела две экспертизы, финансово-экономическая и оценочная экспертиза, обе из которых подтверждают то, что я сегодня озвучиваю. Каким образом, то есть была выполнена та непосильная задача, которая была поставлена перед экспертом, каким образом активы с 2 миллиардов 700 уменьшились до 1 миллиарда 200? Да просто несколько строчек из баланса были выкинуты, то есть исключены, другими словами. В частности, была исключена такая строка, как 524 миллиона рублей денежных средств, сохраняющихся на депозитных счетах торекса, и была исключена часть строки по основным средствам, не введенному в эксплуатацию еще на крупную сумму, более 480 миллионов рублей. Почему это было сделано экспертом Балакином? На имеющихся в арбитражном суде о видеозаписях четко усматривается. И вариантов ответа было, как минимум, 3. Причем, если говорить о том, какой из них верный, оказывается, что ни одного. В частности, эксперт Балакин, озвучивая, почему он не посчитал основные средства, сначала говорил, что они не стоят на балансе. Когда ему были предъявлены документы, подтверждающие то, что эти основные средства находятся на балансе предприятия, родился другой вариант ответа. И он был связан с тем, что он эти основные средства не осматривал. Но обязанность эксперта осмотреть все подлежащие оценке объекты. И этот вариант, конечно же, тоже не соответствовал действительности, потому что вместе с другими участниками процесса все объекты осматривались. Ну и кроме того, второй вариант ответа, названный мной, ну никак не мог указывать на правильность заключения эксперта. Тогда родился уже письменный третий вариант, по которому эксперт Балакин заявил, точнее, написал уже в данной ситуации, в третьем случае, о том, что оценка основных средств, невведенных в эксплуатации, не произведена по той причине, что якобы в материалах арбитражного дела не было разрешительной документации на объекты недвижимости, невведенные в эксплуатации. Однако в материалах арбитражного дела, в томе номер 4, имелись все необходимые документы, разрешение на строительство, технические паспорта и другие документы на недвижимость. Соответственно, и третий вариант ответа был ложным. Что касается оценки невнесения в активы денежных средств на депозитных счетах, в сумме 524 миллиона рублей, которые на 30 сентября 2015 года хранились у торокса в банках, соответственно, также было получено два оригинальнейших ответа, похожих по схеме, похожей отписанной мной. Сначала он говорил, что этот актив не положено включать в оценку, но потом согласился, что все-таки здесь применяется определенный приказ Минюста за номером 84, и родился другой письменный вариант ответа. Тоже абсолютно не суразица. О том, что данный актив не подлежит включению в расчеты, потому что он не знает дальнейшую судьбу денежных средств. Хотя перед экспертом такая задача никогда не ставилась. Так вот, возможно, ваши сотрудники, обосновывая свое решение о прекращении уголовного дела, попытаются сослаться на некую приюдицию судебного решения о том, что якобы суд же вынес решение на основании эксперта Балакина, экспертизы эксперта Балакина. И поэтому эксперт Балакин прав. Существует 90-я статья Уголовно-процессуального кодекса силы приюдиции судебных решений. Но здесь я хотел бы заранее сразу обратить внимание, что существует у нас Конституционный суд Российской Федерации еще 21 декабря 2011 года в своем постановлении номер 30-п разъяснил, что в случае возбуждения уголовных дел по делам против правосудия никакой силы приюдиции судебных решений быть не может. Напротив возбуждения дел по преступлениям против правосудия, к которому относятся в том числе заведомо ложное заключение эксперта, возбуждение уголовных дел направление их в суд направлено именно на исправление судебных ошибок. Уважаемый Николай Иванович, по данному делу изначально после первого его возбуждения было вмешательство со стороны прокуратуры Саратовской области. Еще в то время, сейчас мой доверитель активно на это ссылается во всех жалобах, направляемых в Генеральную прокуратуру, еще в то время, абсолютно, на мой взгляд, законно возбужденное уголовное дело в отношении Балакина при таком подавляющем объеме доказательств было изначально отменено прокуратурой Саратовской области. Длительное время мы добивались в 2018 году повторного возбуждения уголовного дела. После того, как после вашего, опять же, повторюсь, приема, и после повторного приема прокурора Саратовской области, и после направления нами жалобы в Генеральную прокуратуру, все-таки дело было повторно возбуждено. И, опять же, может быть, я повторюсь, но на тот период никто из ваших сотрудников не видел каких-либо причин, по которым можно было принять решение, допустим, об отказе от возбуждения уголовного дела. И все ваши сотрудники, в том числе в вашем присутствии на приеме, говорили, что они считают, что состав преступления усматривается в детстве у Балакина. За этот период времени, за целый год, предварительным следствием было добыто подавляющее большинство дополнительных, в том числе, доказательств, о которых я сейчас сказал, в том числе заключение эксперта. Возникает вопрос, если на протяжении года сотрудниками ГСУ, в том числе, неоднократно озвучивалось то, что они видят судебную перспективу в данном деле, возникает вопрос, почему сейчас, в данный момент, эта судебная перспектива пропала? И почему сейчас, опять же, по имеющейся защите информации, это дело планируется к прекращению? Если, предположим, здесь есть давление со стороны областной прокуратуры, я бы хотел сказать, что сотрудники областной прокуратуры абсолютно очевидны, никогда завтра не подтвердят свои какие-либо устные указания на эту тему. И ответственными будут, в первую очередь, сотрудники областного ГСУ. Те, которые подпишут данное решение незаконно и примут его. А то, что оно незаконно, это безусловно. Опять же, причины, по которым я считаю это решение незаконным, я сейчас изложил. При такой массе доказательств, которые есть в этом уголовном деле, начиная с видеть показаний, заканчивая аудиозаписями, с признаниями самого эксперта о том, что он сделал неправильное заключение, достаточно, наверное, для двух-трех уголовных дел. И тем более, уж для одного. Но тем не менее, опять же, повторюсь, по имеющейся в защите информации, на днях, если еще не принято, то будет принято незаконное решение. Я надеюсь, конечно, что если, услышав сегодняшнее интервью, сотрудники ГСУ передумают делать подобные действия и примут законное решение. И именно по этой причине я обращаюсь к вам, чтобы вы все-таки проконтролировали по возможности законность принятия решения сотрудникам ГСУ. Провели при необходимости служебную проверку, поручили ее соответствующим сотрудникам главка. Хотелось бы, конечно, эту же тему затронуть и на комиссии, комиссии, приезжающей с Генеральной прокуратуры, по возможности защита будет стараться это сделать. Вот все, что я хотел бы довести до сведения сегодня.